Здравствуйте, Владимир Борисович! В канун празднования курянами 980-летия своего города, ну, конечно, косвенного упоминания в лекарстве Курска, о чем бы вы хотели рассказать сегодня нашим зрителям? Ну, Курск давно уже перевалил, за тысячу лет, но документов нет. А значит, нет подтверждения его седого возраста. Правда, один ядовитый крывет обозначил мое творчество как творчество документалиста. Вот так я навязчивую его радость должен сказать, что действительно я документалист, я ничего не придумываю. Нет документов. Так давайте будем праздновать 980-летия с косвенного упоминания о Курске. Но в этот торжественный момент мы точно можем рассказать, документально, о истории Дома Советов, главного здания Курской области. Здесь же находится мозг нашей области. Отсюда идут все руководящие указания, как нам жить и как нам существовать. В советское время Курский обком ВКПБ и область полком не работали в царских присутственных местах, а занимали, хотя и красочные, но не приспособленные здания для своих нужд. Требовалось просторное, монументальное здание с залами заседаний, кабинетной системой, просторными коридорами и холлами и редкими для 30-х годов пассажирским лифтом. Как же было выбрано место для такого здания и кто разработал проект Дома Советов? Как только в 1934 году районный центр Курск обрел статус областного города, местные власти поручили архитекторам разработать проект Дома Советов в самом центре Курска на Красной площади. Место для него было выбрано царское. Отнюдь. Сначала архитектор Степан Каченко в 1935 году предлагал снести Знаменский собор, а на его месте построить Дом Советов с башней, увенчанной фигурой Ленина. Затем тот же Каченко предложил в 1936 году второй проект, в котором Дом Советов размечался на том месте, где он стоит и сейчас. А напротив него, на западной стороне площади, должно было быть построено здание цирка. Но наш замечательный Дом Советов спроектировал архитектор Алексей Шуклин. Были и другие проекты зданий Дома Советов. Но летом 1939 года началось строительство здания именно по проекту Шуклина. Строили, видимо, с энтузиазмом, ведь возводили главное здание области. Это верно. 11 июля 1939 года на строительной площадке была особая атмосфера. Сюда пришло более 200 комсомольцев города для того, чтобы помочь строителям в реке Котлована. Здесь же, в Котловане, находился автор проекта. Ребята его расспрашивали, каким же будет здание. Дословно он говорил комсомольцам, это будет одно из лучших зданий в Курске. Оно украсит Красную площадь. Ныне Дом Советов важнейший элемент в архитектурном облике областного центра. Нельзя не удивиться, как мудро Алексей Григорьевич Шуклин выбрал место для здания. Монументальный дом формирует центральную площадь города и одновременно находится на стыке главных улиц Ленина и Дзержинского. И это прочно связывает эти улицы. Дом Советов парадно возвышается большим и красочным объектом. Конечно, полуколонны и колонны Знаменского собора сыграли свою большую роль в формировании фасадов этого здания. Но это было уже иное архитектурное решение, торжество, ритма громадных трехчетвертных колонн, поставленных на мощный рустованный цокольный этаж. Великолепное здание. Архитектурный проект оказался настолько удачным, что по его проекту было выстроено здание Дома Советов в городе Красноярске. Владимир Борисович, а что прежде было на месте Дома Советов? Когда-то здесь находилась базарная площадь, на которой стояли разные лабазы, ларьки. Чем отличается первоначальный проект от нынешнего облика здания? Первый этаж предполагалось отделать полированным гранитом, а верхние четыре этажа бетонными плитками под натуральный вид камня светлого тона. Дом Советов должен был венчать герб республики, а по его сторонам планировалось установить пятиметровые скульптурные фигуры рабочего и работницы. К началу Великой Отечественной войны в каком состоянии было возводимое здание? Оно было близко к завершению строительства. Что случилось со зданием во время войны? Здание выгорело изнутри. После освобождения города архитектор Шуклин продолжал работать над проектом Дома Советов. Даже работая в то же время главным архитектором города. Здание было сдано в эксплуатацию строителями 7 ноября 1947 года. Известно, что авторы проекта и строители получили третью республиканскую премию. Я еще добавлю, что это здание претендовало на получение сталинской премии. В здании Дома Советов перебывало множество знаменитых людей. Кого бы вы назвали в первую очередь? Председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина, знаменитого маршала Константина Рокоссовского, знаменитого космонавта Германа Титова и, конечно, гениального композитора Геория Сверидова. Здесь действительно побывало очень много знаменитых гостей города и области. На массивном цоколе у входа в здание установлены мраморные доски. Они напоминают горожанам, что в славные времена Курская область дважды награждалась указами Верховного Совета СССР орденами Ленина. Прошло всего 65 лет. А какая замечательная история у этого здания? Здание, которое мы сегодня рассказываем, оно находится на Центральной площади и поэтому становится свидетелем всех торжеств. А что бы вы пожелали нашим землякам в юбилейный год? Ну что ж, остается только от имени коллектива, который делает программу «Городские истории», пожелать Курянам всяческого благополучия и, конечно, Курску расцветания. Ну и вас с праздником! С праздником! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok